В феврале этого года в Самаре стая собак напала на ребёнка. Мальчик пытался убежать, отбивался пакетом. Когда животные его окружили, на помощь подоспел мужчина. В марте схожая ситуация произошла в Томске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к девочке подбегают пять бродячих собак и несколько раз нападают. Подобные случаи в стране происходят регулярно. По последним данным, на городских улицах живёт около 735 тысяч четвероногих. К тому же, некоторые из них опасны для людей, так как могут переносить заболевания или просто быть агрессивными. Причин такого поведения несколько. Голод. Самый настоящий голод. Агрессия, стайные чувства, половая охота, всё что угодно. Просто у нас очень город сротобойных бабушек, все это прекрасно знают. У нас животных голодных практически нет. Наверное, это и спасает наш город от постоянных рассерданных людей. А так, в основном, это голод и агрессия, опять же, половые охоты, угон собачий. Сейчас по всей России практикуют две схемы работы с бездомными животными. По первой схеме их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают на волю. По второй – забирают на пожизненное содержание в приюты. В прошлом году сотрудники Саровского госветуправления отловили 150 безнадзорных собак. В этом году планируют отловить в два раза больше животных. В основном мы занимаемся отстрелом, то есть из пневматической винтовки, через шприц летающий, снотворное, потому что многие собаки, они как бы родились, выросли уже не в одном поколении внутри города. Денькие, будем говорить. Да, внутри города. Это одичавшие животные, и они настолько чутко реагируют, что даже при виде машины они уже прячутся. Если раньше механизм работы с бездомными животными был единым, то сейчас Госдума рассматривает поправки в закон, которые позволят регионам самим решать, как регулировать популяцию бездомных собак. Против инициативы выступили многие зоозащитники, которые трактовали поправку в закон как легализацию усыпления. Однако цель ее введения совершенно другая. Лично отношусь к этому решению. Надо вспомнить просто, с чего инициатива этого закона пошла. Эту же петицию написали президенту Оренбургские жители, когда расстрелили безнадзорные животные маленького мальчика 8-летнего на смерть. Я думаю, что первое чтение принято просто закон. Я думаю, что он еще будет кучей доработок этого закона именно в отношении агрессивных безнадзорных животных, а не всех подать. Никаких изменений в гуманистическую концепцию закона, оговариваемую его 17-й статьей, нет, сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Главная цель – защитить людей от нападений животных, а животных от жестокого с ними отношения, поясняет Бурматов. Еще одна инициатива коснется недобросовестных владельцев домашних питомцев. Теперь тем, кто решит выбросить животное на улицу, придется заплатить штраф. За выброшенную на улицу собаку или кошку оштрафуют на 30 тысяч рублей. А если питомец покусал прохожего, хозяина животного смогут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей.